Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. В Сочи снова готовятся к дождям. Какие капризы погоды могут быть опасными, обсудили на заседании комиссии по ЧС. К ответственности за самоуправство могут привлечь нескольких предпринимателей, работающих на пляжах. Мэр Сочи осмотрел побережье в Дагомысе, Вардоне и Лао. На маршрутах Лазаревского направления изменится стоимость проезда. День Х – 27 июля. Сочи против «Зенита». Футболисты готовятся к первому домашнему матчу премьер-лиги и примеряют новую форму. О сотрудничестве России и Белоруссии сегодня говорят в Санкт-Петербурге. Там проходит форум регионов двух стран. В этом году он посвящен формированию единого культурного и гуманитарного пространства. В северной столице собрались представители бизнеса и главы регионов, которые тесно сотрудничают с соседней республикой, в их числе и губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев принял участие в заседании Межпарламентской комиссии Совета Национального собрания Белоруссии и Совета Федерации России. В ходе встречи спикер Верхней палаты Валентина Матвиенко отметила, что такая деловая площадка как форум содействует расширению прямых контактов между регионами. Очевидно сегодня, что межрегиональное сотрудничество набирает обороты, оно вносит очень большой вклад в расширение, углубление сотрудничества между нашими государствами, в развитие нашего союзного государства. И результаты этого сотрудничества они налицо. Объем взаимного товарооборота у нас за годы строительства союзного государства вырос в шесть раз и достиг 35 миллиардов долларов. Центральным событием шестого форума регионов России и Белоруссии стало пленарное заседание. В нем приняли участие лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко. Перенести с бумаги в реальность, как воплощают в жизнь национальные проекты на Кубани, обсудили на совещании в Краснодаре. Встречу провел первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко. В нашем регионе каждой из 12 федеральных программ развития соответствуют краевые. Среди них и та, которая позволяет превратить каменные джунгли городов в зеленые оазисы. В крупных населенных пунктах появляются новые скверы и парки, приводят в порядок бульвары и дворы многоэтажек. Причем создавать комфортную городскую среду, учитывая мнение жителей, должны не только власти на местах, но и строительные компании. Они, кстати, согласно поручениям президента, должны к 2024 году нарастить темпы. Возводить до 7 миллионов 200 тысяч квадратных метров жилья в год. Сейчас показатели уже приближаются к 5 миллионам. Чем больше будет новостроек, тем меньше должно становиться аварийных домов. Это одно из требований проекта. Региональным проектом обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда предусматривает сокращение на территории края аварийного жилищного фонда не менее чем на 43 170 квадратных метров. Это расселение без малого 2,5 тысяч человек. Общий объем финансирования составляет 2 миллиарда 687 миллионов. Деньги выделяет и края, и федерация. Свою долю в казну программы вносят также муниципалитеты. Многоступенчатым будет и контроль над исполнением каждого из региональных и национальных проектов. Сейчас в Госдуме выстраивают систему отслеживания работы в каждом субъекте страны. За каждым из таких объектов и крупных мероприятий будут закреплены депутаты разных уровней, начиная с муниципалитетов, соответственно регион и федеральные депутаты. Таким образом, у каждого объекта, у каждого мероприятия будет группа ответственных непосредственно на территории. Кроме того, чтобы нацпроекты стали действительно национальным достижением, в Краснодарском крае создадут интерактивную карту. На ней любой житель или гость региона сможет увидеть адреса всех строящихся или только запланированных парков, школ, детских садов, транспортных развязок, а также оставить свои пожелания. 12 программ, которые подписал глава государства, предстоит воплотить в жизнь до 2024 года. В Сочи вновь резко ухудшается погода. Ночью и в пятницу днем ожидаются сильные дожди. Ветер усилится до 20 метров в секунду. На реках возможен резкий подъем уровня воды. Над морем ожидаются смерчи. Как город готовится к капризам погоды, обсудили сегодня в мэрии на заседании комиссии по ЧС. Второй вопрос на повестке – безопасность на дороге. Количество ДТП в этом году выросло на 20%. Глава города напомнил, что Сочи продолжает жить в режиме повышенной готовности. Синоптики дают неутешительные прогнозы. Пахомов требует от служб провести комплекс мероприятий, в том числе прочистить ливневки, состояние которых зачастую и становится причиной подтопления. И главную роль в этом вопросе играют дорожники. Глава города в очередной раз озвучил специалистам проблемные участки. Мы говорим о повышенной готовности. Это для того, чтобы вы, дорожники, смогли вовремя прибыть на тонкие участки, я их обозначаю, река Кепша, и мониторить вместе с нашими сотрудниками ваш мост. Это значит, что вы принимаете меры и находитесь там, и при необходимости техника, которая там нужна, она должна работать. Работать. Значит, мы говорим все время нашему федеральному дорожному агентству о том, что у вас есть уязвимые места. Это нулевой пикет. И там надо в ручном режиме, в ручном режиме следить за тем, чтобы вода из этого озера не выходила на дорогу. Мы говорим о том, что у нас есть уязвимое место, и оно будет всегда, потому что под 45 градусов идёт. Хотим мы это уязвимое место, с горы вода. Под 45 градусов. И это уязвимое место называется фара, да, или голубые дали. Как выяснили эксперты, владелец фары при строительстве магазина не соблюдал тех условий. И теперь во время ливней этот участок традиционно потапливает. Уже завтра глава города планируют встретиться с представителем магазина и решить эту застарелую проблему. Но подтопление – не единственная проблема сочинских дорог. Количество ДТП увеличилось на 20%. С начала года погибло 248 человек. Причина банальна – нарушение ПДД. Но есть причины и в самих дорогах, а именно в их состоянии. Аварии случаются из-за стёртой разметки, отсутствия дорожных знаков, тротуаров, освещения. Везде нарушение правил дорожного движения. Почему? Да потому что там надо ставить, там надо ставить камеры столько, сколько нужно. На всей дороге. И у нас, мы же все знаем, что на протяжении последних трёх лет дорога Адлер-Красная Поляна – это самое уязвимое. Мы, власти, готовы полностью помочь в любом количестве, если понадобится, либо общественность, либо казачество, увеличить количество казаков, если это понадобится на дорогах, ДНДшников, как я имею в виду, ну и так далее. Надо выработать меры. Предложение главы города об увеличении количества камер поддержал и начальник ГИБДД. На трассах, в том числе Адлер-Красная Поляна, должен просматриваться чуть ли не каждый километр. Этот вопрос правоохранители будут решать с дорожниками. Необходимо на таких участках, там, где происходит ДТП, доставить ещё 14 камер. Вот о чём вы сказали. Нами было подготовлено это предложение и направлено. Далее, по нашим предложениям коллеги изменили разметку. Второе, что нами было сделано совместно при выезде на ДТП, значит, мы ограничили скорость в тоннелях установкой знаков. И коллеги нас заверили, что будут проведены мероприятия по увеличению сцепных качеств дорожного покрытия. В свою очередь, нам бы хотелось ещё, в принципе, рассмотреть вопрос по той же совмещенке Адлор-Альпика-сервис. Может быть, как-то закольцевать её всё-таки. Но здесь нужно в комплексе прорабатывать и с институтом, и с вами, коллеги. Потому что, в принципе, в краевом областном центре нас также услышали. И вы, по-моему, тогда Анатолий Николаевич тоже, да, сказали проработать этот вопрос. Вопрос, как минимизировать количество ДТП, на сочинских дорогах ещё не закрыт. Власти и полиция ищут новые меры. Одна уже утверждена. Вдоль автодорог курорта в скором времени появятся баннеры с предупреждениями водителям. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи наградили сотрудников полиции, которые спасли девушку. Старшие сержанты Константин Распопин и Василий Бурцев, а также младший сержант Владимир Яковлев, ночью 16 июля спасли 23-летнюю жительницу Тимошевского района. Девушка перебралась через ограждение Ривьерского моста и хотела прыгнуть вниз. Полицейским удалось отвлечь её и удержать от прыжка. Девушку отправили в больницу. А сотрудникам ППС руководство сегодня объявило благодарность. Начальник УВД по городу Сочи Сергей Огурцов поблагодарил их за проявленную смелость и умение найти правильное решение в экстренной ситуации. Полицейским вручили почётные грамоты и ценные подарки. На маршрутах Лазаревского направления изменится стоимость проезда. Цена за проезд на некоторых тарифных участках маршрутов номер 75, 76, 77, 78, 80 и 81 изменится с 27 июля. Минимальная стоимость составит 26 рублей. Это городские многотарифные маршруты по нерегулируемому тарифу. Стоимость на таких маршрутах устанавливает перевозчик. Изменения коснутся только тех зон, где цена проезда за тарифный участок была ниже 26 рублей. При этом стоимость проезда от начального до конечного пункта не изменится. Осенью планируется применение дифференцированного тарифа, при котором пассажирам будет выгоднее оплачивать проезд по карте. Тариф по безналу будет ниже, чем за наличный расчёт. Детальная информация по тарифам размещена в салонах автобуса и на сайте администрации города Сочи в разделе Департамента транспорта и дорожного хозяйства. При возникновении вопросов также можно звонить по телефону горячей линии управления городского транспорта. К ответственности за самоуправство могут привлечь нескольких предпринимателей, работающих на пляжах Лазаревского района. Об этом стало известно во время обхода мэром Сочи Анатолием Пахомовым побережья Авдагамысеварда на Илао. Как власти и надзорные органы контролируют работу, от которой зависит летний отдых туристов, узнаем из нашего следующего сюжета. В Дагамысе замечания начались ещё задолго до входа на пляж. Половину улицы Армавирской перегородили легковые автомобили, затрудняя проезд. Температура воды плюс 24 градуса. На пляже посёлка не свободных мест. Вокруг мэра собралась толпа. Люди говорили о проблемах и делились впечатлениями. В Сочи работают почти 200 пляжей. Везде с утра и до вечера дежурят спасатели и медики. А это микрорайон Вардане. На подходе к пляжу ещё месяц назад стояли незаконные торговые павильоны. Их снесли и по поручению главы города организовали прогулочную зону со скамейками. Глава муниципального образования, глава города, то есть это тот человек, который работает на земле, и он должен своими ногами обходить эту землю, чтобы не понаслышке знать о проблемах, которые есть, и видеть своими глазами, принимать немедленно меры. Работы по благоустройству ещё много. Нужно организовать парковки, где это возможно, обеспечить доступ на пляжи для инвалидов. Пляжи должны быть доступными, чистыми и безопасными. Арендаторам, которые не соблюдают правила, выносят предписания. В июле в список штрафников попали шесть предпринимателей. С ними расторгли договоры. В туалетах, которые должны быть бесплатными, зачастую берут деньги – 10-15 рублей. Нарушения фиксируют на месте сотрудники полиции. Из нововведений в этом году в Сочи появились пляжные бюро находок. В основном ключики, очочки, бывают полотенца, шортики, трусы маленькие дети оставляют. В июне мэрия проверила пляжи Центрального, Адлерского и Хостинского районов. Сейчас черёд Лазаревского. В следующий раз комиссия прибудет сюда, чтобы оценить, как проведена работа над ошибками. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 19 июля в Сочи переменная облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 20, плюс 22. Днём 23, 25 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 24. Накануне в Сочи прибыла главная икона Вооружённых сил Российской Федерации – спас нерукотворный, а также ковчег с частицами мощей небесных покровителей российского воинства. Сегодня в храме в Амритинской низменности состоялась божественная литургия. Её провёл епископ сочинский и туапсинский Герман. Спас нерукотворный – самое древнее из канонических изображений Христа Спасителя, которое с древних времён считалось покровителем русского воинства. Главная икона Вооружённых сил России побывала в воинских частях и храмах городов Крыма, а также в Ростове, Волгограде, Ставрополе и Краснодаре. В Сочи она пробудет в храме нерукотворного образа Христа Спасителя 10 дней. Для всего православного Сочи это особое событие. И хочу сказать не только для православных сочинцев, вообще для всех сочинцев и, конечно, для всех воинов, потому что это главная, по сути, икона Вооружённых сил. И именно с этой иконой всегда побеждали, но самое главное – оставались живыми. Приложиться к иконе приехал глава города вместе с супругой и председатель городского собрания Сочи, а также военнослужащие и их семьи. Для меня, как для христианина, как русского человека, как военнослужащего, любая икона, а тем более главная икона Вооружённых сил Российской Федерации – это олицетворение духовности, силы и уникальная возможность положиться, помолиться, высказать какие-то просьбы. Епископ Герман совершил молебен перед иконой, а также поздравил прихожан с праздником обретения мощей одного из самых почитаемых на Руси святых – преподобного Сергия Радонежского. Нам повезло, и мы в эти дни здесь встречаем икону, совершаем перед ней молитвы, молебны. Люди во множественном числе сюда приходят, молятся. И потом эта икона поедет по остальным военным округам и уже будет принесена вновь построенный храм к Дню Великой Победы в следующем году, к 9 мая, когда будем праздновать 75-летие Великой Победы. Икона и ковчег с мощами будут находиться в храме нерукотворного образа Христа Спасителя до 26 июля, а после они отправятся во Владикавказ. Уже 13 августа икону передадут в Центральный военный округ. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ Сочи входит в топ-3 лучших российских городов для путешествий на летние выходные. Рейтинг представило аналитическое агентство Турстат. Сочи обогнал Москву, уступив при этом только Санкт-Петербургу. За северную столицу отдали голоса 33% опрошенных, за южную – 18%, за Москву проголосовали 12% респондентов. В десятку лучших городов для отдыха и путешествий на летний уикенд также вошли Калининград, Великий Новгород, Нижний Новгород, Казань, Псков, Екатеринбург и Ярославль. Рейтинг составлен по итогам интернет-опроса. По трассе Формулы-1 Сочи можно будет проехать на своем авто. С 1 августа Сочи Автодром впервые запускает так называемые трек-дни. Таким образом, трасса, принимающая российский этап Формулы-1, станет доступна для каждого автомобилиста. Об этом сообщили на официальном сайте организатора королевских гонок. Любой желающий может почувствовать себя пилотом знаменитой серии, например, Льюисом Хэмилтоном или Данилом Квятом, и погонять с ветерком со скоростью более 200 км в час. Расписание трек-дней пока формируется. В целом, сейчас на автодроме идет подготовка к российскому этапу Чемпионата мира Формулы-1, который состоится с 26 по 29 сентября. В Сочи проходит фестиваль татуировки. Тату-мастера демонстрируют различные стили и направления современной росписи по телу, а их более 30. В программе фестиваля мастер-классы от лучших тату-мастеров, лекции, тату-баттлы, конкурсы и шоу. Организаторы планировали установить российские и мировые рекорды по количеству тату-мастеров, работающих одновременно на одной площадке. Я сама по себе долго очень думала, хотела, выбирала, выбирала мастеров, потом бах, все, хочу. И пошло-поехало. Здесь начали, здесь продолжили, и пошло-пошло-пошло. Это просто надо любить, татуировку. Это на самом деле большое искусство. Сейчас это развилось до такой степени, что что-то у кого-то где-то страшненькое, он хочет свести это лазером и поверх наколоть что-то новое. Татуировщики привезли и картины на холстах. Они не продаются. Увидеть их можно только на фестивале. Кстати, здесь по итогам конкурса будет назван единственный победитель – профессионал, который получит гоночный мотоцикл. Спортивный Сочи готовится к большому событию. В эти выходные состоится самый ожидаемый матч этого сезона – встреча футбольных клубов «Зенит» и «Сочи». По прогнозам на матч ожидается свыше 15 тысяч зрителей. Как готовится сочинская команда, узнаем из нашего следующего сюжета. Впервые за 20 лет местная команда встретится на своем поле с соперниками из высшего дивизиона российского футбола. Питерский «Зенит» – действующий чемпион. Интриги добавляют еще и тот факт, что накануне перед стартом чемпионата из «Зенита» футбольный клуб «Сочи» перешла целая группа игроков. В российской футбольной премьер-лиге «Сочи» новичок, поэтому к игре на своем поле олимпийского стадиона «Фишт» готовится в полную силу. Да все идет по плану. Готовимся спокойно к предстоящей игре. Понятно, есть определенные проблемы подготовки в плане того, что есть, как уже обозначили, тот же Песегов приболел, но надеемся, к игре подойдет. Поэтому то, что планируем, в принципе, выполняем. Дальше результаты проделанной работы мы увидим в воскресенье. К игре готовится и команда соперников. Ранее тренер команды «Зенита» отметил, что матч с «Сочи» не будет похож на недавнюю игру с «Тамбовом». Схемы, которые используют команды, совершенно разные. Тот факт, что ряды сочинского клуба пополнились игроками из команды противника, по заверению самих футболистов, не играет особой роли. Мы все профессионалы, мы пришли сюда выигрывать, побеждать, добивать результат. И поэтому тут независимо, кто пришел в сборных, он играл в сборных, мы все команда. И постараемся как можно быстрее, чтобы команда сплотилась, потому что люди с «Костяка» остались в прошлом году. И я надеюсь, это как можно быстрее произойдет. Также на пресс-конференции нападающий Никита Бурмистров продемонстрировал новую форму, в которой команда выйдет на поле. «Вот сейчас можете посмотреть, вот здесь вот фарс есть впереди. Его так не видно. А пока еще есть время, команда продолжает оттачивать технику работы с мячом. Синие, белые, голубые сыграют против «Сочи» 21 июля. Встреча «Сочи-Зенит» начнется на стадионе «Фиш» 21.30 по московскому времени. Главным судьей на этом матче назначен Алексей Матюнин. Гелена Овсецина, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в YouTube «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok